В этом уроке мы с вами рассмотрим, как нужно рационально работать с палитрами. Палитры у нас находятся на вкладке вид, на панели палитры. То есть есть инструментальная палитра, палитра свойств и диспетчер подшивок. Также есть центр управления, но пока его трогать не будем. Наверняка вы уже знаете, для чего нужны эти панели. В данном курсе мы не будем рассматривать их предназначение, потому что это займет очень долго времени и не предусмотрено курсом. Поэтому посмотрим, как ими управлять лучше. Итак, самая главная панель, конечно, панель свойств. К ней приходится прибегать достаточно часто. Ну, во-первых, ее можно располагать свободно в любой части экрана и при необходимости вызывать комбинации клавиш Ctrl-1. То есть, если вам по месту, к примеру, у вас есть какой-то объект, если вам по месту нужно выяснить его свойства, вы выделяете и нажимаете Ctrl-1. У вас появляется панель, вы каким-то образом смотрите свойства, возможно, изменяете. И после этого благополучно закрываете. Также Ctrl-1 нажимаем. Следующий вариант, если панель вам необходима постоянно. Вы, конечно, можете ее просто закрепить, то есть, взявшись левой кнопкой, перетянуть ее в левую часть экрана, ну, либо в правую, и закрепить. Вот таким образом она у вас будет располагаться, и вы всегда будете иметь к ней удобный доступ. Но в таком случае она будет занимать достаточно много места от графического пространства. Поэтому существуют следующие способы. Во-первых, это закрепление ее в виде кнопки. То есть, если вы нажимаете вот сюда свернуть, то вся панель сворачивается у вас вот в такую маленькую кнопочку, и разворачивается при наведении. То есть, если вам она нужна в данный момент, навели, что-то сделали, то есть, посмотрели свойства, либо изменили какие-то свойства, убрали курсор, и она исчезает. Также это можно сделать сразу. То есть, если она у вас вынесена, вот так, вы нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете закрепить слева. И она у вас превращается вот в такую кнопку. Таким же образом можно поступать и с другими панелями. То есть, к примеру, подшивки, которые мы будем рассматривать в этом курсе, инструментальная панель, ну, и центр управления вызовем. Все эти панели вы можете благополучно закрепить, и они у вас будут в виде кнопочек. То есть, достаточно удобный способ при наведении на каждую панель она будет раскрываться. Для того, чтобы убирать панели с экрана, вы можете нажимать как на вкладке вид вот здесь, то есть, они исчезают. Либо прямо наведя на панель, можете нажимать на крестик. И еще один вид представления панелей, это отображать текст. То есть, нажимаете правой кнопкой, выбираете только текст, и теперь они у вас отображаются в виде текста. То есть, название панелей. Диспетчер подшивок, дизайн-центр и архитектура. Вот что касается размещения палитр на экране.